В этом плане вам тоже удавалось видеть откровения старцев, наших последних старцев, и по украинскому кризису. Ведь одесский старец, как его зовут, не помнишь? Одесский, сейчас выскочил из головы. Он же очень известный старец, он почил в декабре 2013 года. И он сказал, вот я уйду, перед смертью сказал, уйду из жизни, и ровно через год, говорит, на Украине начнется беда. Прольется море крови, и война будет два года, он сказал. 2014-2015 год. А через два года, если, говорит, Россия не свернет с правильного пути, будет стремиться к праведности, так скажем, праведниками мы все не станем никогда, то, как он дословно сказал, говорит, если будет молиться, и будет, значит, не будет уходить от Бога, то он предсказал, что в 16-м году конфликт исчезнет, и Россия начнет возрождаться. Я в это верю. И вот настолько все, и это не только он один сказал, по-моему, и он, его называли, старец, да, одесский. Ну вот. И многие другие старцы предсказывали, что у России особая миссия. Я в это верю. Не случайно Господь нам дал шестую часть суши с такими запасами, значит, полезных ископаемых, да, уникальная территория, уникально красивая, разная совершенно территория, да. И я верю в то, что у России особая роль, что мы, по предсказаниям старцев, единственная часть на земле, которая останется под покровом, значит, Божьей Матери и останется с Богом, и в то время, когда весь остальной мир будет под властью сатаны, мы останемся, это будет не длинное время, это будет достаточно короткое, ну хотя, как, с точки зрения временного, что такое короткое, что такое длинное, мы тоже с вами не знаем, что, я думаю, для Бога, что тысячу лет, что один день, это расстояние такие, знаете, вот, примерно одинаковые даже, так скажем, да, вот, но Россия, вот, перед апокалипсисом, да, она останется Божьей страной, и в ней останется вот эта любовь, добро и справедливость, и те заповеди, которые, и тот, кто, вот, короче, Россия спасется, вот, и, а вот другой мир мы сейчас видим, и мировое правительство единое, да, когда единые религии навязываются, да, якобы одна религия, там, мы понимаем, что это, раз одна, значит, это сатанинство, это уже сатанинство, да, это некое искусственное какое-то такое, и вот все это под видом демократии, ну, в Европу, посмотрите, я вот сейчас разговаривал с французами в школах, уже начинается, ребенку, оказывается, не надо говорить, мальчик он или девочка, он должен сам определиться, в книжках уже убирают он и она, значит, уже типа оно, все начинается, понимаете, вот, уже в Америке, мы же видим, в некоторых штатах, папа-мама, уже запрещены слова, есть родитель номер один, родитель номер два, вот, я не знаю, как вы, я не хочу, чтобы мои внуки, у меня их шестеро, да, чтобы они забыли слово папа-мама, я очень хочу, чтобы они, это, эти слова вечные были, это главные слова, которые ребенок произносит первые практически, особенно мама, да, вот, и это самые дорогие слова, но вот мы видим, что у них происходит, да, и это все опять, главное, упаковывается все красиво, из одной крайности, буквально 30 лет назад у них за те же деяния, которые сегодня они возвеличивают и приподнимают, сажали в тюрьму, убивали, там, значит, сжигали людей, да, 30-40 лет назад все это было, вот, а сейчас вдруг это все уже не о равенстве говорит, а наоборот, грех не только уравнивают с, значит, с добром, да, а даже грех приподнимают и делают выше, чем добродетель, ну, слава богу, у нас этого нет, мы видим, у нас много проблем в стране, и много чего нам не нравится в нашей стране, но это главное, что у нас не, слава богу, этого не происходит у нас, и мы видим, что и народ за это, да, чтобы мы сохраняли свою такую девственную какую-то все-таки чистоту изначальную, и власть за это, и вот где-то мы, может, к власти какие-то у нас есть вопросы, где-то мы с чем-то не согласны, но здесь мы едины, и это, это огромная сила, и это, вот, меня внушает некую, вот, оптимизм, и я считаю, что вот старцы, я хочу верить в это, я думаю, что если мы все будем в это верить, так оно и будет.